МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире наше клубное телевидение о ШВСе М4 и я ее ведущий Сергей Волков. Сегодня мы начинаем цикл передач, в которой расскажем о том, как готовятся звезды самарского спорта, воспитанники ШВСе М4 к грядущей летней Олимпиаде 2016 года в бразильском городе Рио-де-Жанейро. Ну и, конечно же, первым и, наверное, почетным гостем нашей сегодняшней первой программы будет мастер спорта международного класса по боксу, двукратный чемпион России Василий Веткин. Здравствуйте, Василий! Здравствуйте! Василий Веткин. Родился 25 июля 1993 года в Новокубышевске. Боксом занимается с 10 лет. Выступает в весовой категории до 52 килограмм. Рост 164 сантиметра, вес 52 килограмма. Мастер спорта международного класса, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 2010 года, двукратный победитель молодежного первенства Европы в 2011-2012 годах, двукратный чемпион России в 2013-2015 годах, финалист чемпионата России 2014 года, воспитанник ШВС М4, первый тренер, заслуженный тренер России Юрий Хорошев. Провел 300 боев, 260 одержал победы. Студент третьего курса факультета физической культуры и спорта по Волжской государственной социально-гуманитарной академии. Факелоносица Олимпийского огня в 2013 году. Мне очень приятно, что мы начинаем с такой цикл передачи подготовки саманских спортсменов к РИО, и ты в этом первом ряду настоящий чемпион, открываешь эту серию. Ну, скажи откровенно, волнуешься? Вот сейчас, во время записи этой передачи, больше чем, когда выходишь на ряду? Если честно, нет. Когда выхожу в ряду, волнуешься гораздо больше. Ну, это хорошо. Это хорошо. Это первый твой телевизионный оптик? Ну, если в таком формате, возможно, да. Ну что ж, мы перепроход со с тобой, плотного серединия, в таком формате, что с М4, тогда-то, пожалуй, начнем, да? Всем известно, что недавно ты во второй раз выиграл чемпионат России по боксу, который проходил у нас в Самаре, дома, на родной МТЛ-арене. И вот этот прекрасный поезд, чемпионский поезд, ты завоевал первый раз в по-моему, это у тебя первый чемпионский поезд, да? Ну, из поясов, действительно, да. Это первый поезд. А покажи, вот, это медаль чемпиона, я так понимаю, да? Ну да, медаль, я так понимаю. Вот, покажи, пожалуйста, в камеру. Вот такая красивая медаль у нас, в двери перчатки написано. Что там написано? Чемпионат России по боксу, а на другой стране Самара 2015. Отлично. Ну и вот чемпионский поезд. Такой красивый, ты знаешь, профессионалов, по-моему, вручают такие же, да? Ну да, у профессионалов нет ни медали, ни дипломов, нет только поезда по определенным версиям. Ну вот, надо сказать, что постаралась Самарская областная федерация бокса, и вот приготовили для чемпионов такие вот неожиданные призы, я даже не знаю, приз это, как правильно назвать, или это трофей такой, не знаю, спортивный трофей? Не знаю, приз, трофей, но очень приятный, получается, но очень качественный, просто останется на память. Здесь сбоку, я не знаю, почему, не приятный момент, родного для меня городу, достопримечательности, платья, ракета, это вокзал Самарский, ну, все достопримечательности нашего города. Вот говорят, что, поверни, пожалуйста, вот говорят, что поезд действительно золотой, что здесь напыление 28 микрон золота. Я вам насчет этого ничего не слышал. Ну вот, организаторы об этом объявили, так что, если вдруг жизнь станет тяжело, имей в виду, то здесь действительно золотой поезд такой красивый. Но ты где его сейчас, где обычно, вот свою коллекцию наград? Дома. 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 Дома у родителей. Стенд с моими медалями, кубками, поясом теперь. на кровати, да? Нет. Ну, вот он. В зале у нас. Ну, реально есть карточки, все мои медали, награды. Спасибо, хорошо. Спасибо. Вот, судя по твоей визитной карточке, ты двукратный чемпион Европы Сергей Ньюоров, призер чемпионата мира Сергей Молодежи, вот теперь двукратный чемпион России. Вот, какая из этих наград у тебя самая-самая, что ли, памятная, самая наиболее дорогая? Ну, каждая медаль, награда дорога по-своему, это определенные воспоминания о каком-то периоде в моей жизни, я вспоминаю там, где-то было тяжело, где-то было легче, и есть определенные воспоминания о какой-то награде. Вот ты скажи, а вот этот чемпионский пояс это как-то дает право помечтать уже о поясе профессионального чемпионата? Знаю, только с этим вопрос. Насчет профессиональной карьеры я вообще не задумываюсь. У меня мечта, как по любому спортсмену, попасть и, наверное, и выиграть олимпийскую медаль. И я очень хочу заработать олимпийскую цель, и выросли к этому. Ну, вот мы все из-за тебя очень болели, переживали, но это было неожиданное варенье. Глядя, особенно, как ты проводил финальный бой, там случилось неожиданное, твой соперник в поле Агнисян получил рассечение бровей, и досрочно бой прекратили. Но мне кажется, это не повлияло в твое настроение. Да нет, конечно, не повлияло в рабочий момент в нашем спорте. Получаются такие травмы. И сам я много раз так же получал травму, так же остановлены бои. И когда-то рассуждали, как это мне, а когда-то нет. Такое бывает. И я на данный момент действительно выиграл бой и получил победу. Я думаю, если бы не случилось бы такой травмы, я бы все равно смог бы дождаться и довести бой до конца, как он не хотел. Но вот в 2013 году ты впервые стал чемпионом России, а следующий год в финале на ринг не вышел. Почему? Я также тоже получил в полуфинальном бою рассечение за 10 секунд до конца боя. До конца полуфинального боя мне рассекли лоб. Это было очень сильно. И нам дали закончить бой до конца, и после боя мне зашили. Только, конечно, на фенале у тебя. Ну, вот такой финальный пол. Фенале по этому не было. И вот с бомберандом так получилось, что у тебя в Самаре в общем-то такая неожиданная... Я бы не странал легкой, наверное, победой. Она не была легкой. Ты вел по очкам, и соперник у тебя был очень опытный. Но все-таки удача была на твоей стране. Ну, согласен. Но, тем не менее, мы прошли две трети поединка. Без того всего три минуты и рассечения случаются так со второго раунда. Не зато уже до конца. Ну, и насколько высоки твои олимпийские шансы, чтобы получить олимпийскую лицензию? Если честно, точно не могу сказать. То есть, в нашем спорте много новшеств. Тем не менее, особенно по олимпийским лицензиям. Совсем, ну, иные, как бы, правила, чтобы их получить. Совсем другие турниры, другого формата. И сейчас у меня нет информации по спортсменам. Я не могу сказать о перспективах. Но теоретически, у меня есть шансы в работе на физкультензии. Я надеюсь, что я смогу. И мы получим. Вот твой главный соперник, в высовой категории, где ты выступаешь, Миша Лаян. Чемпион мира. В общем-то, испытанный такой боец, ветеран. Вот он не стал выступать на чемпионате России, поскольку получил олимпийскую лицензию. Конечно, обидно, потому что спортивный принцип, то есть, в какой-то степени, наверное, нарушен. Чемпион России должен быть представлять страну, да? На Олимпиаде. Вот отсутствие Миши Лаянова, оно как-то сказалось на, скажем так, на качестве турнира в вашей весовой категории? Да, я бы так вам сказал. Были все сильнейшие спортсмены, ну, не считая Мишу Лаяновым. Я не знаю, почему он был на чемпионате России. И в качестве боя каждый спортсмен был сильный, я продемонстрировал тот уровень, который он может продемонстрировать на данный момент. Уровень очень высокий. И все стремились выбрать какие-то, 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 какие-то. А как ты, кого ты больше всего опасался, всех, кто вышел на самую серию? Ну, я, честно, не знаю, настраивался каждый бой, как бы последний. И продемонстрировать старался просто то, что я умею, неважно выбрать, проиграю. Старался признацировать все свои навыки. То есть, я первый раз выиграл чемпионат, мне было 19 лет. Миша Лаянов на том чемпионате не участвовал, потому что он был чемпионат мира, я не только с него приехал, и все, кто участвовал в Министерстве Тории. А в том году мы оба с ним пустели до финала, и так как меня разбили плот, меня не допустили на битро, я должен выступать. Да, он стал чемпионатом района? Да, он стал чемпионатом. Да, я не люблю чемпионатом. Интересная судьба, конечно, у вас смешит. Ну, вот, конечно, очень интересно, кому улыбнется, то есть, ну, ему-то уже улыбнулось, он уже изыгал имбирские лицензии. Да, имбирские лицензии. А тебе нужно выиграть два турнира? Один, отборочный турнир. Ну, как на тот момент я понимаю, если как-то страна без шанс выступить на конструкционном турнире, то можно выйти сегодня турнир и выйти на первое место и вернуть по лимфийскому лицензию. Ты знаешь, вот, откровенно говоря, чем-нибудь хорош чемпионат России, который прошел в Самаре, и твоя победа, мы хоть и увидели тебя, люди по-любому все увидели тебя, узнали, кто такой Василий Веркин, так и по большому счету, потому что о тебе, к сожалению, было мало известно даже в спортивных кругах. Ну, может быть, только в боксерстве. Все не знали, кто ты, что ты, откуда ты взялся вообще в новоходности. И поэтому, естественно, расскажи, пожалуйста, как ты пришел в спорт, как ты пришел в фокс, кто тебя привел? Я пришел в фокс 10 лет, привел меня в фокс, потому что он любит спорты. Ты не сам боксер? Нет, он сам занимался плавами, но любит фокс, и привел меня заниматься. И мне постепенно тоже понравился этот спорт. И с годами появлялись первые результаты, успехи. И всегда родители, друзья сильно поддерживали. на самарской земле очень приятно было выступать. Выступал я на соревнованиях в таком уровне в Самаре второй раз. Первый раз был в феврале в Самаре. Были соревнования. Была мировая серия бокса, называется WSB. Выступаешь по профессиональным правилам. Пять раундов. Мы выступали с командой в Мексике. И вот везде, где я выступал, в Самаре действительно самое большое количество болельщиков. И как бы зрители одинаково относятся к любому спортсмену. Всем плохо и за всех, кто действительно болеет. А не как-то бывает в других городах. Только за кого-то одного выходят, за местные спортсмены, и на другого внимания не обращают. У нас реально такая хорошая комплекта, позитивная и очень приятная боксерница на родной земле. Я так понимаю, первый тебя поздравил с победой, со мной или папа? Да, первый меня поздравил папа. Что он тебе сказал? Если честно, я не помню. Просто поздравил, порадовался. Почему именно кукс, а, допустим, не в их атлетике? А можно борьбой заняться было? Солокопическая борьба вроде бы не плохая. Ну, не знаю, бокс, и вообще, я считаю, единоборство это самый трудный вид спорта. Ну, это лично все было вовремя. И бокс, это интеллектуальный вид спорта. Там нужны как и физические качества, так и умственные качества, так и быстрота в принятии решений. Не знаю, мне это все очень нравится. Ну, всем известно, что без тренера, без наставника в совершенно спорте не добьешься. Цел твой наставник. Кто вообще начал, приучил тебя к этой работе, тяжелой, капотливой работе, которая довела тебя вот до таких красивых игроков? Я чувствовал на работе в спортивной школе, когда я пришел. Приучал меня заслуженный тренер России Доросов Юрий Николаевич. Мы с ним вместе ключом, ключом уже 12 лет занимаемся. Он привил во мне все эти качества, усидчивость, трудолюсство. Ну, реально, ну, действительно, многие такие черты привил мне, как бы спортсмена. Я не любил бегать по утрам. Он меня заставил это любить, так же, как в тренировке. Ну, по детству хочется там что-то играть, прыгать, Он привил мне любовь, конкретно, какими-то, какими-то подсорческими навыками. И заставил мне, как бы, это сделал так, чтобы для спорта мне нравился еще больше. Вот недавно ты провел мастер-класс с ребятами из ЦСК ООС. Ты, кстати, позвонил-то кто? Прапорщик? Рядовой? Да, это позвонил, не могу сказать. Ну, ты, в том числе, как бы и служишь в ЦСК ООС? Нет, там просто чувствуюсь тренерные инструкции. Тренерные инструкции. Ну, вот хорошо. Вот ты оказался в шкуре тренера, у чего молодых беженцев. Показывает, если о любомстве, как ты почувствовал себя в этой роли? Как твой тренер, Юрий Николаевич, Хорохов? Ну, я не знаю, как он себя чувствует. Ну, мастер-класс я проводил впервые. Не знаю, немного волновался. Ну, в целом, все получилось. И показалось в этом несколько слов. Насколько спорта. Ну, тогда выходит прямая дорога тебе, так сказать, с тренером? Ну, не знаю, я так-то учусь тоже, но с тренером. А где? В Павловске, в Государственную социально-гуманитарную академию в Самаре. Я закончил этот клуб «Риак», сейчас учусь именно магистром. Понятно, что ты тренируешься два раза в день, так сказать, чего, да? Да. Плюс тренер не дает тебе спокойно еще и спать полтора. Нет. Ну... Затавляет бегать? Да, тренер меня, наоборот, тормозит, потому что я через чужую, через чужую беру большую нагрузку, и это уже плохо становится, у меня теперь чаще тормозит, чем-то исправляет тренер. Наоборот, это как не... там... по спине, после соревнования, там, недель как-то, не приходит в зал. Ну, вот сейчас начнется зимняя сессия, а ты уедешь на очередной сгуры, как ты сдаешь экзамен? Как ты... Учеба-то... С учебой справляешься? Ну, с учебой тяжело, приезжаюсь, ходишь, ну, как, договариваешься с преподавателями, берешь задания, делают, так как с комплекта дают, экзамен на экзамен, зачет заканчивается. Что вообще в твоей жизни еще, я понимаю, Бог занимает самое большое место, а что кроме конца? Вот в свободное время, как ты его проводишь? Я показал вам, люблю книги почитать, хоть и ред... Ну, сейчас редкие, то есть молодежь читать книги... Ну, начали книгу, скорее всего, да? Скорее, что начнем книгу? Не, я реально читаю книги, а летом люблю кататься на вейсболде. Мне очень нравится, в этом году ты себя откроешь. Волейболу, не знаю, плавные друзья... А за какую команду ты болеешь? По волейболу. Я не знаю, по всей виду в спорте. Я не смотрю футбол, по спектрболу, в волейболу, нет команды, которые болеют. Ты не играли в душе, да? Нет, но я смотрю чемпионаты, футбол, чемпионаты мира, я люблю, всегда болею за команды, на силу, а так какие-то, клубные. Когда был последний раз, на матче Тургерсове? Я был не раз, на футболе живу, ни разу не видел, какой-то массив. А вот в тренировочном процессе игровые виды для боксера, они полезны, как ты считаешь? Конечно, полезны. Они тренируют координацию. Мы на тренировках часто, ну, относительно часто, играем в баскетбол, без прорывок. Ты знаешь, я был свидетелем того, как известный самоский боксер, самый важный, один из самых цикловных футбол. Он прекрасно играет в футбол. Мы даже играем в одной команде, сама в спорте. А ты это пробовал? Не, ну, не правда, футбол играем, но я в Польске считаю, без футбол. Ну, без души, наверное, романтик. Не знаю. Я думаю, что ты знаешь, что в Новокурбуске родился и стал заниматься боксом, самый циклованный таксор современности, Алекс Савитов, который потом, правда, переехал в Жигулевске, и Лавры таксор. Ну да, пошло тогда, начинал. Ну да, он, наверное, в том же зале, да? Если честно, я не знаю, как он сзади начинал, просто знаю, что Олег Савитов родился в Новокурбуске, начинал заниматься боксом в городе, а где занимался, тот, наверное, я не знаю. А Хорошев рассказывал тебе, что был такой мухач, весе 48 кг, Егений Юлин, который стал фронтовым призером первого чемпионата мира по боксу, который состоялся в 1974 году в Гавале. А сам не видел? В смысле, сам не видел? Ну, Дидзи таких боев нет, и его живое тоже не видел, но это, я знаю, что был такой спортсмен, и стал фронтовым чемпионатом мира внимания. Вот как ты думаешь, а почему сколько выдающихся боксеров рождают фильмы на самом себе земле? Вот с чем это связь? Здесь Волога другое, что ли? Или земля другая? Да, может, последние другие все бойцы. Наверное, тоже тренера хорошие, воспитание. Много качества важны фокусы. И, наверное, у нас хорошие тренера, люди, которые прививают, дают столы, фокусы. А это не спортсмен второй. А есть у тебя какой-то пример боксеры? На кого ты хочешь быть похожим? Нет, на человека, на который я хочу быть похожим, на кого-то я буду говорить. Мне, как спортсмен, как спортсмен-боксер, нравится Шугар Эллиан, американский боксер, профессионал, чемпион, чемпион мира по многим версиям, один лучший боксер в истории. Ты часто смотришь его боевых? Ну, бывает, иногда смотрю. Просто мне нравится спортсмен, любая манера. Вот смотри, как говорят, Мархан Элли, известный, ты знаешь, боксер, профессионал, который говорил, что главное в боксе, то есть, быть раскованным, и жалеть, как пчела. А вот какой главный эффект, вот с твоим, с твоим пониманием? Я сейчас прикажу к тому, что главное в боксе быть расслабленным, и не скованным, и жалеть, как пчела. И, ну, как, в принципе, сейчас вспомнил, как пчела. А как часто ты выигрываешь нокаут? Если честно, нокаут он не разный, не выигрывает. Бывает, ну, посылаешь соперников нокдаун, теряют координацию, но отсчитывают, читают на десяти, и на счет десять, он адекватный, нормальный, не посчитает, ничего и выпортажает. Ну, нокдауны бывают, нокдауны нет. А сам был, когда он заполнил? Ну, непрекаден. Какую задачу ты ставишь перед собой, вот, на ближайшие годы? Будешь по-прежнему продолжать бороться за путевку, за олимпийскую путевку, за свою мечту, или для других? Знаешь, мне не будет шанс побороться на олимпийскую лицензию, потому что, конечно, я подготовлюсь как можно лучше, и все данные это соревнования, чтобы прививать для себя, для страны на олимпийскую лицензию, если вдруг так получится, что я поеду на пески игры, я очень буду стараться, и все свои силы брошу на подготовку, и постараюсь выставить как можно лучше. Даже если не получится, допустим, попасть в Бразилию, то есть еще следующие олимпийские игры через четыре года, для которых я постараюсь побороться. В общем, пока не исполнишь свою мечту, среди не уйдешь. Ну, пока я могу, пока мои силы на подъеме, пока еще молоко, я буду у меня. Ну, что ж, желаем тебе успеха надвоем в таком длинном переместном пути, и мы думаем, что ты еще нас порадуешь с твоими победами, это, уважаемые друзья, был Василий Веткин, наша главная олимпийская надежда. И не только в Бразилии, а на долгом пути к олимпийскому признанию. С вами были Сергей Волков и Василий Веткин.